Девушки отдыхают Это к нам приехал цирк, называется «Шевченко шоу «Цирк на воде». Здравствуйте. Здравствуйте. Да, у нас в гостях Андрей Шевченко. Это, собственно, артист и один из организаторов, идеологов, наверное, этого шоу. Да, я директор этой программы и артист-дрессировщик по совмещению. Расскажите, вот что в программе. Вот что за фонтаны такие? Ну, выглядите очень впечатляюще. Рассказать можно очень долго. Скажу сразу, что мы привезли абсолютно новую программу относительно четырехлетней давности наших гастролей. То есть это абсолютно новый фонтанный комплекс. Это новые костюмы, новые постановки, новая музыка, новые номера, новые декорации. Много света в этот раз. Еще добавлены спецэффекты, которые будут сопровождать весь спектакль. Вот. И все это наша новая юбилейная программа. Давайте начнем все-таки. Вот представим, что не было. Вы здесь были четыре года назад. Но представим, что зрители нас смотрят, которые не знают, что в вас за шоу. Действительно будет полная арена воды. Как это выглядит технически? Да. Это бассейн. Конструкцию мы сами придумывали. Это пятый вариант конструкции цирка на воде. Вот. Вмещает он в себя примерно 200 тонн воды. Вот. И вода постоянно там движется в замкнутом цикле. Когда работа идет с фонтаном или когда вода просто подогревается, очищается. А зрителям брать зонтики, эти костюмы от воды? Нет. Нет. У нас очень такое опытное профессиональное шоу. Мы так без причины никого не... воду не макаем. Вот. Все очень безопасно, все очень правильно, поскольку программе в этом году исполнилось 20 лет. Вот. И мы как раз сейчас этот год у нас юбилейный. И мы назвали наше шоу юбилейное. Юбилейные гастроли, потому что имеем полное право на это. Вот сейчас зрители как раз видят на экране фрагменты из вашего шоу. Ну, круто все это выглядит. А какие есть элементы? Ну, вот обычно там клоуны, да, мы увидели. У нас программа представлена, вся программа представлена традиционными цирковыми жанрами. Но все происходит в трех плоскостях. Это вода, сцена, воздух. И бывает так, что в номере задействовано до 30 человек. То есть есть такие объемные номера, которые сразу по 30 человек участвуют в одном номере. И сама программа не может быть резиновой. Поэтому мы применили еще новшество для цирка. Это смешение жанров. То есть мы, если будем показывать все, что у нас есть, нам просто не хватит времени, а зрители устанут. Поэтому мы некоторые номера объединяем в комплексы такие и показываем их объемные. Ну, плюс, конечно, идет доработка балетом, синхронным плаванием. Ну, естественно, это все сопровождается фонтанами, красивым светом. Ну, естественно, правильным. Андрей, вы знаете, у нас, если честно, Красноярский цирк, ну, само здание, оно не новое. Я сейчас это говорю, да. Оно, кстати, собирается ремонтировать. Будут ремонтировать в ближайшее время. Я надеюсь, вы после этого тоже приедете. Но вот благодаря шоу, вот то, что мы видим на экране, выглядит очень современно. То есть это никакого здания там не видно. То есть то, что ты видишь под куполом, такое ощущение, что это крутое современное шоу. Будет абсолютный праздник. Я гарантирую, что люди, которые придут и посмотрят наш спектакль, они на два часа погрузятся вообще просто в другой мир. То есть они забудут все эти неудобства на входе. Это вот с виду непрезентабельное здание цирка. Вот само шоу очень яркое, очень красивое, очень много эффектов. И все это бывшие спортсмены, гимнасты, акробаты, синхронное плавание, художественная гимнастика. Вот и шоу очень профессиональное. Даже при том, что мы уже работаем 20 лет, мы, естественно, привлекаем молодежь. И все-таки цирк – это искусство молодых. И поэтому вот нужно, чтобы зрителю нравились те исполнители, которые выходят даже просто визуально, чтобы они видели, что молодость, тут красиво все, красивые костюмы. Костюмы там абсолютно эксклюзив. Вот это, собственно, как и фонтаны. То есть у нас очень сильная инженерная группа, которая придумывает, как правильно заставить воду двигаться, чтобы, ну, в общем, такого больше вот нигде не увидеть. Надо с вашей инженерной группой посоветоваться еще нашим властям. Они вот сейчас как раз думают, как город еще украсить. У нас, кстати, Белдина, да, опытом приходит с нами. Серьезно? То есть перенимают вот именно эти конструкции, да, как можно сделать? Причем даже фирмы, которые занимаются именно постройкой фонтанов, они говорят, что не может фонтан, вот этот фонтан в таких параметрах работать не может. Мы все-таки делаем, чтобы он работал. Причем работал даже так не бывает. Ну, вот пусть урбанисты, которые у нас в городе много, людей, которые себя считают специалистами в городской среде, пусть приходят, посмотрят и поучатся. У нас очень большой опыт опыт. А я вас хочу спросить, я знаю, что у вас есть такая героиня вашего шоу, крокодил по имени Гертруда, или как? Да. Крокодилица. Крокодилица. Крокодилица, да. Расскажите про нее, почему у нее такое имя необычное? Ну, так ее назвали, мы ее покупали в экзотариуме, нам передавали. То есть она в третьем поколении уже. Страшная? Ну, она тогда была еще не такая страшная, но она и сейчас, собственно, симпатичная. Но уже ей 17 лет, да, 17. А мы брали ее примерно в 10-летнем возрасте. То есть лет 7 назад мы ее приобрели, и благополучно с ней работаем. Она у нас потихоньку растет, и когда вырастет до тех размеров, когда мы уже не сможем с ней справляться, мы ее передадим просто в более, там, куда-нибудь в зоопарк, там, или нигде. А какого она размера сейчас? Ну, сейчас чуть более двух метров. А вот она, когда, я понимаю, что когда она на суше, с ней можно как-то вот договориться, так сказать. А когда она в воде оказывается? Ну, во-первых, она же очень хорошо привыкла к рукам, вот, и все, что происходит, она уже тоже, наверное, понимает. Я не уверен, конечно, но для нее это не новшество, то есть это не является для нее стрессом. А наоборот, когда она попадает в родную стихию, она поживее становится, двигается, вот, и получается, собственно, борьба человека вот с рептилией, с такой, лукавить тут не будем, и говорить, что там они прям поддаются дрессуре, и можно там заставить их играть. На аккордеоне это не так. Вот. И поэтому здесь идет просто украшение, идет демонстрация животного, работающего с человеком. Ну, в этом, наверное, и такой адреналин, и когда смотришь, в том, что... Ну, конечно, здесь еще мастерство актера, здесь... Ну, тоже, кстати, у животных бывает настроение, такое скверненькое, там, где-то может удрать. А скажите вы, как артист, я знаю, что вы тоже дрессировщик, с какими животными выступаете? Я работаю с морскими львами. А вот эти животные поддаются дрессуре? Насколько они умные, спокойные? Даже не назвать дрессурой. То есть это обычная тренировка, собственно, так же, как, например, тренировать маленьких детей. То есть они у меня с года, эти ребята, что Соня, что Боб. Соне уже 21 год исполнился, Бобу 17. Вот. И все это время мы работаем вместе. Они крупные? Боб весит порядка 360 килограмм. 350-360, Соня под 200. Вот, на мой взгляд, чем интересно шоу на воде? Что неграциозные на суше животные, неожиданно оказываясь в этой среде, становятся... Ну, зря вы это говорите. Очень-очень даже грациозно, потому что работа строится как на суше, так и на воде. Ну, в воде-то они совсем преображаются. Это для них такая... Это, собственно, практически у нас единственный аттракцион цирки, который работает в воде с морскими животными. Ну, по большому счету, так оно и есть. Вот. Ну, не включая дельфина, и там это немножко все по-другому там. Вот. А здесь простор, вот, бассейн, который вмещает в себя 200 тонн воды. Если животное не будет, будет с плохим настроением или будет не хотеть что-то делать, вот, и заставить просто невозможно. Нужно заранее с ним договориться. То есть надо ставить отношения с животным так, чтобы он тебе полностью доверял, вот, и слушал твои команды. Потому что зал огромный, бывает по 2000 человек, всякие шумы, там, он должен четко слышать твои команды, видеть твои жесты, чувствовать твое настроение. Вот, и об этом всем нужно договариваться. Опасные ситуации часто бывают с такими животными? Ну, может быть, есть какие-то истории, когда приходилось вот... Ну, может быть, и совершенно банальный случай, там, хлопнет шарик, то есть он просто дернется где-то от испуга. Ну, кстати, от испуга, ну, они, собственно, и агрессивны. Ну, сами по себе-то они не агрессивны, но бывают агрессивны только от испуга, там, от каких-то непонятных ситуаций. То есть если для них все привычно, все комфортно, то есть они просто милашки. Вот, а если они где-то там начинают озираться, смотреть по сторонам, значит, что-то их беспокоит. Здесь нужно знать, как правильно себя вести. Сколько уходит у вас времени для того, чтобы вот это все шоу организовать, наполнить, бассейн, его вообще собрать? Ну, в идеале нам, конечно, нужно дней десять. Вот, но у нас сейчас был очень большой переезд из Владивостока в Красноярск. Поэтому очень сжатые сроки, мы работаем допоздна, вот, но премьеру отработаем вовремя. Скажите, не просто так у вас, наверное, вот этот значок, на него и я с вниманием обращаю, может быть, некоторые зрители. Что за значок? Это специальный значок юбилейной нашей программы, выпущен лимитированной серией, всего 100 экземпляров. Вот, и каждый артист нашей программы и человек, который причастен к нашей программе, уже получил такой значок. И я надеюсь, что он останется все-таки памятью для нас, все-таки 20 лет это очень большой срок для одной программы. Ну, и вы, наверное, когда выступаете с этой программой, на 20-летие как-то тоже по-особенному и себя чувствуете, и готовили, наверное, сколько долго? Конечно, ну, вся программа, ее невозможно приготовить вот прямо целиком, одновременно, вот в такой степени, как она сейчас. Мы ее делаем, по сути, все эти 20 лет. Ну, серьезный скачок был сделан вот за последние два года. Были полностью заменены костюмы, сделан новый фонтанный комплекс, новая декорация, добавлены еще спецэффекты. Вот, и программа заиграла вообще совершенно по-новому. Ну, наверное, и технологии, да, двигаются в мире, и какие-то цифровые там системы. Конечно, мы за этим всем следим. Мы у нас очень серьезная инженерная группа, которая следится за всеми новшествами, которые можно внести в программу. Где-то что-то добавить, облегчить какой-то ручной труд, перевести это все на электронику, на дистанционное включение, выключение. То есть, ну, современный мир, нужно за ним тянуться. Андрей, я хочу, чтобы вы пригласили зрителей, вот как-то к ним обратились. Когда приходить? Для чего? Что там еще можно увидеть? Ну, я не буду вот прям сильно расхваливаться. Скажу единственное, что, придя на наше представление, на которое я всех, конечно же, приглашаю, придя на наше представление, вы получите массу, огромную массу хороших, ярких впечатлений, вот, и эти впечатления останутся на долгую память. Получите положительный заряд эмоций и яркие воспоминания до конца жизни, я так думаю. Андрей, спасибо большое, я вас послушал, тоже собрался сходить. И вас приглашаем. Спасибо, что пришли. Спасибо. На этом эфир новостей прямо заканчивается. До свидания.